Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 13 февраля, Православная Церковь совершает память святых бессеребряников, мучеников Кира и Анна, и с ними мучениц Афанасия и Дещерия, Феодотия, Феоктисты и Евдоксия. Святой бессеребряник Кир был знаменитым врачом в городе Александрия, где родился и вырос. Он был христианином и лечил всех больных безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но исцеляя также и душевные недуги, которые бывают причинами телесных болезней. Проповедуя евангельское учение, святой врач многих язычников обращал ко Христу. Во время гонения Диоклетиана святой Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество, и продолжал и там лечить людей своей молитвой, получив от Бога дар исцелять все болезни. В городе Эдессе в то время жил воин Иоанн, благочестивый христианин. Когда началось гонение, он пришел в Иерусалим, и там, услышав о святом Кире, стал его разыскивать, пошел для этого в Александрию, затем в Аравию. Найдя святого Кира, Иоанн всей душой привязался к нему и стал его верным последователем. Узнав, что в Египте в городе Канопе схвачена христианка Афанасия с тремя юными дочерьми, феоктисты 15 лет, феодотии 13 лет и евдоксии 11 лет, святые Кир и Иоанн поспешили прийти к ним на помощь, опасаясь, как бы страх перед мучениями не заставил их отречься от Христа. Они посетили их в темнице и укрепили в мужестве перед предстоявшим подвигом. Узнав об этом, правитель города схватил святых Кира и Иоанна и, убедившись в их твердом и безбоязненном исповедании веры во Христа, предал их страшным пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей. Исповедницы также стойко перенесли все мучения и были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили святых бессребренников Кира и Иоанна. Тела их христиане погребли в церкови святого апостола и евангелиста Марка. В V веке мощи святых Кира и Иоанна были перенесены из Канопа в Мануфин. Позднее их мощи были перенесены в Рим, а оттуда – в Мюнхен. Перенесение мощей святых мучеников, бессребренников и чудотворцев Кира и Иоанна и из города Канопы близ Александрии, где они пострадали, в 311 году в близлежащее селение Мануфин было совершено в 412 году. Это египетское селение внушало всем страх, так как раньше здесь было языческое капище и обитали злые духи. Патриарх Феофил хотел очистить это место от бесов, но не успел. Его желание выполнил сменивший его на Александрийской кафедре святой патриарх Кирилл. Он усердно молился об исполнении святого намерения. В видении святителю явился ангел Господень и повелел перенести в Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна. Святейший патриарх Кирилл исполнил повеление ангела и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников. С тех пор это место очистилось от вражеской силы молитвами святых мучеников Кира и Иоанна. С тех пор это место очистилось от вражеской силы молитвами святых мучеников Кира и Иоанна. Там стали совершаться многие чудеса – исцеление больных и недужных. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых – святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского, мучеников Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия, мученицы Трифены Кизической. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечное тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok